Вот и наши ребята выходят, все за капитаном команды Ведреном Чорлоком. Угловой. Тем временем мы зарабатываем. Подача. Здесь Пабло оказывается на газоне. Еще одна подача, удар и гол. И 1-0 выходит вперед. Локомотив Рифат Жималединов забил уже на третьей минуте матча. Атака вторым темпом, подобрали мяч еще раз. Нас навесили, Рифат очень здорово пробил. Казалось бы, что в штрафной куда больше опасности стоит ждать от того же Чорлуки и Пабло. Но посмотрите, как здорово было сыграно. Здесь молодец Лисакович, как всегда до конца. Подача Камано и Рифат забивает. Осин, кстати говоря, и в прошлом матче между Локомотивом и Краснодаром играл. И тогда очень понравился. В центре поля с Камболом они действительно навязали серьезное сопротивление нашим молодым ребятам. Момент. Лисакович входит в штрафную. Удар и гол. Браво. Браво, Виталий Лисакович. И счет становится 2-0 на 14-й минуте матча. Ну и мы, конечно, хвалим абсолютно всех ребят, принявших участие в этой атаке. Как здорово. Как здорово. Они вышли из обороны в атаку буквально за несколько передач. И вот Рифат катит дальше на Рисаковича. Серия обманных финтов уходит под левую и спокойно катит в дальний нижний угол. У Жамлединова голевая передача. Прибавляет у нее к забитому мячу чуть-чуть ранее. Такие серьезные в преддверии этой встречи флэшбэки воспоминания по поводу последнего матча с Краснодаром в рамку... О, какой хороший удар сейчас был у Чернова. Над перекладиной мяч прошел. Голландец пробегает мимо. Француз в ближний срезка от Ольсена. И браво Гильермо. Выбивает мяч еще на один угловой. Действительно спасает. Мяч летел в ворота. В ближний угол залетал. Лисакович, как всегда, очень-очень полезен в работе без мяча. Жамалединов отдает на Игнатьева удар. И 3-0. Вот это атака. Браво. Просто блистательно сыграли в этом эпизоде все участники. И буквально за секунду обычный эпизод, когда мяч у защитника Краснодара мы превратили в забитый мяч. Как всегда, очень-очень здорово в индивидуальном прессинге и отборе сыграл Лисакович. Увидел Жамаледина. Но и как рефат Жамалединов, как истинный плеймейкер, увидел, как здорово входит в штрафную Игнатьев, который почувствовал, нашел эту зону. И с левой расстрелял ворота. Зарегистрировали свой аккаунт в новой социальной сети в Клабхаус. И у нас сейчас там есть специальная комната, где идет обсуждение сегодняшнего матча. Я думаю, это обсуждение всем нравится. Игнатьев 4-0. Дубль Владислава Игнатьева. Блистательная атака вновь. Я просто-напросто не успеваю завершить какую-то мысль, потому что та скорость, с которой наши футболисты создают опасные моменты, та скорость, с которой мы выходим из обороны, а через пару секунд у нас уже блестящий момент для взятия ворота. Это, конечно, поражает. Подача Рыбусе выверенная туда подальше, где никто, Игнатьева, не опекает. И он расстреливает ворота города. Чет становится 4-0. Ну и это, конечно, здорово. Хороший выход в атаку. Крыховик передачи в разрез на Лисаковича. Нет здесь положения вне игры. Нужно опустить руки. С защитником Краснодара Лисакович рикошет и в итоге городов выбивает мяч на угловой. Ну вот то, что я говорил уже о Лисаковиче, вот я думаю, Гильерман прекрасно понимает, что сейчас действительно может полететь очень-очень мощно в девятку. Так и полетела браво Гильерман из-под перекладины. Мяч он переводит на угловой. И уже второй прекрасный сейв записывает на свой счет в сегодняшнем матче. То есть, несмотря на то, что действительно есть преимущество у нас, это, если рассуждать, объективно. Комано, у него есть пространство в центре. Есть Ану и у Маце Рыбуси. Рыбуси получает передачу. И сразу же на Рифата в дальнюю девять бил Рифат. Ох, как здорово было сыграно. И хотелось бы вернуться к как-то худеньким, щупленьким. Но нет, вблизи если рассмотреть, то измышца стоит в этом плане. Очень сильно он прибавил удар Рифата Жималедина. Можно было отдавать и на Куликова чуть дальше. Но, вы знаете, Рифат объективно сегодня хвыля. Сейчас классную передачу отдал на Смольникова. Не знаю, было ли там положение вне игры или нет. В любом случае, врывались очень здорово. Сразу два игрока Краснодара под передачу француза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.